От работ Татьяны Новицкой невозможно оторвать взгляд. Фантастические картины из бисера, вышивка крестиком, нежные флористические композиции, герои сказок и два сборника стихов. И всё это, несмотря на серьёзные проблемы со здоровьем. После принесённой сложной пневмонии и комы, женщина оказалась прикована к инвалидному креслу. Надежды на выздоровление не было. Душу терзала депрессия. Но она нашла в себе силы и обрела смысл в творчестве. Однажды в Минске в больнице, в 10-й городской клинической теракальной хирургии, и у меня бабуля одна, она увидела, что мне реабилитолог принёс шарики в руки, чтобы руки разрабатывать. Она у меня их забрала, выдала мне крючок, моточки ниток и показала, как вязать. И меня затянуло. Рукодельница убеждена, творить добро легко. Уже несколько лет Татьяна Новицкая, волонтёр Бобруйского клуба «28 петель», вместе с другими неравнодушными вяжет для недоношенных малышей шапочки, носочки и жилеточки. Активисты дарят тёплые вещи из шерсти и хлопка также домам инвалидов и хосписам. Нередко авторами выставок в районном историко-краеведческом музее становятся именно люди с ограниченными возможностями. Очень долгий уже период мы сотрудничаем с мастерами, с людьми с ограниченными возможностями. Их вдохновляют руководители, вдохновляют окружающие. И этим людям нужно наше внимание, нужна забота. Экспозиция музея знакомит членов Бобруйской районы Организации Белорусского общества инвалидов с историей, культурой и современностью региона. Особая атмосфера зала этнографии передаёт, как жили наши предки. Кухонная утварь, кровать, убранная вышивкой, подвесная люлька, среди наиболее ценных экспонатов, старообрядческие реликвии XVIII века и искусно вышитые рушники. Росыпь предметов крестьянского быта завораживает. В начале XX века в доме каждого зажиточного крестьянина обязательно была маслобойка. Сюда заливали сливки или сметану. Приготовление занимало более часа. Музеи снова наполняются посетителями после затишья, вызванного распространением коронавирусной инфекции. Повлияла и мода на внутренний туризм. Белорусы стали больше путешествовать по собственной стране, глубоко интересоваться её историей и культурой. Татьяна Горбыч, Максим Галеонко, Бобрыск-360.